Свидетельствующие о том, что люди, проживающие на территории вот этих замороженных конфликтов, не ощущают себя какими-то, ну уж, угнетенными или особенно упуслительными, бедными. Исследователи, готовящие свой отчет, задавали идентичные вопросы в 2010 году жителям Молдовы и ПМР. Несмотря на то, что официальная статистика свидетельствует о том, что ВВП на большую население в Молдове гораздо выше, чем в Приднестрове. Приднестровцы, например, не считают это каким-то для себя важным фактором, наоборот, они считают, что они гораздо больше могут чего-либо купить, чем в Молдове. Ну и тоже интересный факт, больше жителей Приднестровья считают, что им живется лучше, чем в Молдове, чем жителям Молдовы, отвечавшим на тот же самый вопрос, как они считают, где лучше, в Молдове или в Приднестровье. Понятное дело, что тут речь идет о влиянии субъективного фактора. То же самое исследование проводилось и в Абхазии. Абхазцы, в общем, также считали, что экономическое положение не препятствует тому, чтобы они приобретали большинство вещей, за исключением вещей длительного пользования. И они считают, что им живется лучше, чем в Грузии. Так что, я думаю, что один из этих исследований показывает, что стратегические позиции, где вы говорите, что эти регионы вернутся к нам, потому что мы будем очень лучше, это не работает в Абхазии и в Молдове. Ну и вот та точка зрения, будто стратегическая выдержка рано или поздно заставит Абхазию и Приднестровье вернуться, соответственно, в Грузию и Молдову, пока что, по крайней мере, не оправдывает себя. Итак, еще раз подчеркнем, что замороженные конфликты не означают полного развала экономики в соответствующей стране. Второй вывод это то, что квази-государства, даже с теми государствами, которые их не признают, все же ведут торговлю. Так что, в общем, в целом, эти конфликты уничтоженные зоны уничтоженные институты, чем в родных странах? Еще один упоминавшийся вывод это то, что функционирование институтов власти на территориях замороженных комплексов хуже осуществляется, чем... Но, несмотря на вот эти обстоятельства, жители этих территорий не могут быть. Они не обязательно чувствуют себя в худшем положении. И именно поэтому вот та называемая стратегическая выдержка или терпение не обязательно оказывается эффективной политикой. Это такой, наверное, месседж можно сформулировать в отношениях. В отношении долговременных последствий существования зон замороженных конфликтов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok